В эфире телеканала ННТ, новости 24. Я Кадежа Курбанова. Здравствуйте. Коротко о том, что ждет вас сегодня в выпуске прямо сейчас. Потери бюджета в войне с инфекцией, борьба с коронавирусом Дагестану обошлась почти 5 миллиардов рублей. Она может упасть в любой момент. Она может упасть и завтра, она может через год или через пять. Мы сами не знаем. Состояние древней мечети в Цахури вызывает опасения у жителей села. Строение 11 века, которому уже более 800 лет некогда ставшие точкой распространения ислама на Кавказе, сегодня нуждается в капитальной реставрации. Сдаться, чтобы победить. Побороть наркозависимость можно только через осознание проблемы, говорят эксперты. О наркозависимости в Дагестане сегодня в выпуске. В Дагестане задержан подозреваемый в хранении мефедрона. На федеральном контрольно-пропускном пункте Артезианский полицейскими для проверки был остановлен рейсовый автобус. В ходе осмотра салона с применением служебно-розыскной собаки сотрудники МВД нашли сверток с порошком. Он принадлежал ранее судимому 30-летнему жителю Тарумовского района. Масса наркотического вещества 94 граммов. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупный денежный штраф. Руководитель компании по утилизации отходов в Махачкале подозревается в мошенничестве на сумму, превышающую 6,5 млн. рублей. По данным МВД, сотрудники управляющей компании экономили на транспортировке. Вместо отгрузки твердых бытовых отходов на лицензированный полигон, они доставляли мусор на несанкционированные свалки, которые находятся вблизи места сбора. В мошенничестве подозревается 38-летний руководитель компании и несколько сотрудников. Следствие продолжается. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расходы на борьбу с коронавирусом в Дагестане составили 4,8 млрд. рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев. По его словам, к борьбе с ковид не был готов не только Дагестан, но и весь мир. Тем не менее, ситуацию удалось стабилизировать. В том числе, благодаря тому, что с 2017 года планомерно увеличивалось финансирование сферы медицины. Он отметил, что из федерального бюджета региону было выделено на эти цели 2,5 млрд. рублей. Деньги пошли на стимулирующие выплаты врачам и оснащение коечного фонда. При этом, отмечает глава региона, практически половина всех потраченных на борьбу с COVID-19 средств были из республиканского бюджета. Средства в размере 2,3 млрд. рублей были направлены на приобретение лекарств, дезинфицирующих средств и СИЗОВ, аппаратов ИВЛ, ИКТ и другое. Историческая мечеть Медресе, расположенная в горах Дагестана, в древнем Цахури, нуждается в капитальной реставрации и реконструкции. В этом году самому первому, по мнению многих ученых, высшему учебному заведению на Северном Кавказе исполняется 950 лет. Основанное в 1075 году Медресе в свое время было оплотом исламских знаний. В каком состоянии здание находится сейчас, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Она может упасть в любой момент. Она может упасть и завтра, она может через год или через пятый, мы сами не знаем. Само местонахождение Цахурского Медресе уже создает проблему. Построенное на скалах, оно окружено обрывами, что не позволяет установить подпорки и укрепить стены. Труднодоступность архитектурной реликвии ставит перед будущими реставраторами нелегкую задачу. Но решать ее надо, ведь западная часть этого строения уже в трещинах. Требуется скорейшая реконструкция. Землетрясения, набеги и поджоги. Это здание не раз было разрушено, а затем восстановлено силами местных жителей. В советский период здесь была общеобразовательная школа. И лишь в 90-е, по желанию местных жителей, здесь вновь открыли мечеть. Медресе в Цахуре – уникальный памятник истории страны гор. Она открылась в далеком 11 веке. Учебное заведение возвели в 1075 году по инициативе визира сельдюкшского султаната Низама Альмулька. Эта медресе открылась на 13 лет раньше университета в итальянском городе Болония, который считается древнейшим в Европе. Но если пора средневековья для Европы была темным временем, то для ислама стала золотым веком, эпохой расцвета науки и искусства. Он создал сеть медресе в Балхе, Нишапуре, Герате, Багдаде, в других городах. Удивительно, что в это число попал и Цахур. Огромный образовательный центр, в котором работали выходцы из этого региона, которые обучались в территории Ирака, Сирии, в других учебных заведениях, приходили и дальше распространяли ислам. В разные годы за знаниями в Цахур приезжали люди со всего Нагорного Дагестана и ближайших стран. Медресе взрастило ученых, прославивших свою малую родину. Эти стены помнят студентов, ставших затем видными богословами и проповедниками. Это медресе Низамия. Ей около тысячи лет. Она знаменита тем, что здесь начали преподавательскую деятельность ученики известного ученого богослова Мама Газали. В медресе в Дагестане очень много было, но такого учебного заведения, которое университетского типа, где было общежитие, где были такие условия созданы для других приезжих. Здесь обучались не только из Дагестана, даже из Золотой Орды, здесь, как говорится, в документах где-то было обучались. Здесь из ближнего зарубежья обучались студенты. Даже есть отдельные кладбища, где хоронили этих студентов. Помимо организации учебного процесса, здесь были налажены переписывания и перевод научных трудов. В основном с арабского, нацахурский и другие языки Дагестана. В примечательской библиотеке сохранились старинные рукописи. При этом почти половина бесценных книг пропала в годы советской власти. И я думаю, если мы тоже потеряем, не сохраним это в надлежащем виде, нам наши потомки не простят это. И я, как имам Цахурской долины, я думаю, мы в ближайшее время ее аккуратно оцифруем. В ближайшее время то, что сможем перевести, переведем, иншаллах. Потому что книга, когда считается книгой, когда с нее получают пользу, с нее берут молодежь наша, не черпают там где-то в интернете. Цахурское медресе – объект культурного наследия регионального значения. Для его капитальной реконструкции нужна специальная экспертиза. Так как ремонтные работы здесь имеют право проводить только фирмы, специализирующиеся на реставрации исторических объектов. Мы пригласили сюда два года назад казанская фирма, которая занимается архитектурными памятниками. Постанавливаем с ними связь. Они пришли, здесь сканировали полностью мечеть. И сказали, мечеть надо переводить от регионального на федеральный уровень, чтобы хотя бы получить оттуда какие-то финансирования. Потому что с такими средствами очень тяжело нам. Цахурцы не первый год обращаются в разные министерства, надеясь на скорое решение этого вопроса. Жемчужина Древнего Дагестана находится под надзором Агентства по охране культурного наследия. В ведомстве отмечают, что на контроле у них есть более 6 тысяч таких же исторически важных памятников архитектуры, охватить вниманием которой невозможно при ограниченном финансировании. Отчасти можно было бы решить это за счет включения различного рода федеральной программы. Но, как правило, в федеральных программах участвуют объекты федерального значения или находящиеся в федеральной собственности. Жители села, насколько я знаю, не обращались по поводу перевода этого объекта в категорию федерального объекта культурного наследия. Там процедура такая, что необходимо заключение эксперта. И уже после заключения эксперта обращение в Министерство культуры Российской Федерации по согласованию с Агентством по охране культурного наследия, с администрацией района. И уже окончательное решение принимает Министерство культуры. Потерять мечеть или даже библиотеку для местных жителей – все равно, что потерять самобытность и национальную идентичность. Придание Цахурскому Медресе XI века статуса памятника федерального значения, а возможно и внесение его в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поможет открыть новую страницу истории этой святыни. Тогда появится реальная перспектива, чтобы общими усилиями сохранить для будущих поколений этот памятник дагестанской культуры, значимый для России и всего мира. Курбан Рагимов, Амина Джавадханова, Ислам Халиков и Алясхаб Магомедов, телеканал ННТ, Рутульский район. 223 года со дня рождения национального героя Дагестана и символа Кавказа. 26 июня, два столетия назад, появился на свет будущий предводитель горцев и имам Дагестана и Чечни – Шамиль. Отметили эту дату в фонде имени имама Шамиля. Собравшиеся говорили о нелегкой судьбе знаменитого вождя – национально-освободительной борьбы и о том, что жизнь его была полна крутых поворотов и интересных событий. На протяжении 25 лет в качестве лидера государственного образования, названного имаматом, Шамиль боролся за независимость против царских колонизаторов, распространяя ислам на территории всей горной страны. По мнению историков, его личность сегодня достаточно противоречиво воспринимается в обществе, и именно поэтому нам необходимо сберечь светлую память о достойном горце, который прославил в веках себя и свою родину примером беззаветному служению отчизне. 26 июня – Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков. Это одна из главных проблем общества в 21 веке. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, не менее 18 миллионов россиян употребляли эту заразу хотя бы один раз в жизни. О ситуации в Дагестане и мерах борьбы с опасной бедой расскажет Алина Багилова. Из десятка молодых ребят в этой комнате вернуться к нормальной жизни надеются все. Шесть месяцев – стандартный срок реабилитации, но это только минимум. Возможно, некоторым из них придется бороться с зависимостью всю жизнь. Но сейчас все они проходят программу «12 шагов». Какие виды сапога вы знаете? Внешний внутренний. Тут нет личного пространства в принципе. Общение с братьями, по несчастью, обязательная часть восстановительной терапии. Ежедневные психологические тренинги, дежурство по дому, молитвы. Выходить, звонить друзьям и даже родителям нельзя. Телефонов и телевизоров нет, но есть живое общение, и братья наши меньше, если станет грустно. Два родных брата приехали лечиться из Москвы. Одному 16, другому 21. На вопрос о том, как вообще случилось такое, почему в дело втянулся младший брат, старшие отвечают, что причина всему – обиды на родителей. А еще то, что младшему якобы доставалось больше внимания. Дурной пример заразителен. Ход шло все. Соль, метадон, ЛСД, героин, марихуана. Юноши признаются – денег на дозу всегда не хватало. Но приходилось воровать и грамить. Тяжело очень, и до сих пор последствия сильные. Чем раньше начнешь лечение, тем лучше. То, что ты говоришь сам себе, завтра я перестану употреблять, это не работает. Мы с моим младшим братом уже год. Я употреблял на протяжении 7 лет, 14 лет. И вот последний год мы с ним говорили, сегодня бросим, сегодня бросим. Это сегодня нас только выводило больше могилы. Если бы сюда не попали, то, скорее всего, либо были бы в тюрьме, либо на могиле. Мы же стали худыми, начали воровать из дома все. И вот так вот. И перестали вообще понимать, где родные, а где чужие. Нам нужны были только наркотики. Причины и истории у реабилитантов разные. Все начинается банально – алкоголь или сигареты. А заканчивается зависимостью и неумением справиться с собственной бедой. Сказать «нет» разрушительному и пагубному влечению. Когда я попробовал, мне стало хорошо. Не знаю, какое-то облегчение в теле, в душе. Никакую боль не ощущал. А у вас была боль? Да. Ну, с детства у меня это боль. Потери родителей потом. Последний год-два я начал употреблять тяжелые наркотики. Это героин. Начал колоться. Не знаю, такой образ жизни вел на улице. Хотел показать, что я такой крутой или какой. Страдают от зависимости, как правило, самые близкие. Вспоминать о каждом случае тем, кто столкнулся с этой бедой, всегда сложно. Особенно, когда это касается самых близких. Например, родного брата. Отчаявшаяся женщина признается, что кому только не обращалась за помощью. Но последней надеждой в итоге стал реабилитационный центр. А еще мольба к Всевышнему об излечении ее брата. Конечно, альхамдурюля, что сегодня он уже два года и шесть месяцев трезвости. Страх, конечно, был и остается по сегодняшний день. И страх уже не за него, а за своих детей. Потому что эта зараза, она, я столкнулась уже с семьями, с людьми, которые реально принимают и столкнулись с этой проблемой. Поэтому об этом можно говорить много, но ничего хорошего. И, конечно, вина в родителе, в первую очередь нас, родители. В свое время упущение. По данным специалистов, на 70% успешное излечение зависит от того, как поддерживают пациенты его близкие. Поэтому для родственников наркозависимых работает специальная группа психологической поддержки. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». В Республиканском онкологическом центре проведена первая онкопластическая операция пациентки с раком молочной железы. Жительница Махачкалы обратилась в больницу после того, как обнаружила у себя небольшое уплотнение в виде узла в правой груди. Проведенные исследования показали наличие злокачественного новообразования второй степени развития. По словам врачей, ранее таким пациенткам полностью удаляли пораженную молочную железу. Но теперь удалось сохранить орган и удалив уплотнение. Подобные хирургические вмешательства в Республике не выполнялись ранее никогда. Отметим, что в Дагестане рак молочной железы стоит на первом месте в списке онкозаболеваемости у женщин. И на втором в общей статистике по видам онкологии после рака легких. Ежегодно в Дагестане выявляют около 500 женщин с раком молочной железы. Пациентке удалось сохранить молочную железу. То есть она не будет чувствовать никакого косметического дефекта, никакой психологической травмы. Данного рода онкопластическая органсохранная операция на молочной железе в Дагестане выполнена впервые. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»